Что же все-таки нужно, чтобы достичь этого элемента в своей жизни, в своих отношениях? Я бы про что здесь сказал. Мы говорим, не чувствуете себя одинокими, иметь совместные планы и хороший секс. Но на самом деле, конечно, все начинается с вежелки. Отношения, у нас сейчас такое время, что они, как правило, сначала такой тестовый период возникает. И, конечно, это сейчас становится очень важной вещью, потому что после этого люди вообще начинают думать, будет у них отношения, не будут у них отношения. И так далее. Раньше, я как сексолог бы говорил, я говорил, дорогие друзья, ну вот вы сошлись, сейчас вы будете притираться, притираетесь, притрётесь, и как-то мы поедем. Сейчас проблема состоит в том, что надо сразу брать старт. Потому что если что-то идёт не так, то, к сожалению, сейчас отношения, конечно, в этом смысле, очень сложно построить. При этом сама по себе интимная жизнь, эта вещь, она на самом деле глубоко личная. Она на самом деле глубоко личная как для женщины, так и для мужчины. Просто мужчины часто это не демонстрируют, они не любят это показывать, потому что в целом они же бодрые, весёлые, хардные и так далее. Но на самом деле сейчас большое количество мужчин очень страдает от того, что они не способны к полноценным сексуальным отношениям, потому что было куча всяких разных травм, переживаний, каких-то непонятных ситуаций и так далее. И на самом деле здоровой сексуальности, мужской сложности. У женщины в связи с этим тоже, собственно говоря, возникает проблема, потому что для неё, для того, чтобы она переживала в этих сексуальных отношениях по-настоящему полноценную сексуальную разрядку, чтобы она чувствовала, что это то, что ей нужно, она же в этот момент должна довериться мужчине. А как она может ему довериться, если это всё тут он, не Алёня Гараж, она, значит, не без всяких гарантий, без непонимания и так далее. И вообще это большая проблема. Вот просто я хочу, чтобы все понимали, что если вы сталкиваетесь в этой сфере с проблемами, это нормально. Вот первое, что я хочу сказать, что это нормально. Значит, действительно, сексуальность, она предполагает. Другое дело, если у вас сильные чувства, переживания, что называется, и так далее, но это тоже, знаете, вообще удел такой как бы юности. Чем вы старше становитесь, тем у вас меньше такого романтического флёра во всём происходящем и так далее. Поэтому мы должны начать менять отношения к сексу. Мы должны перестать думать, что он сразу случится, хороший и так далее. И если он сразу не случился, это ещё вообще ничего не значит. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать. Значит, в отношении сексуальной связи сначала, если даже всё замечательно изначально, она всё равно начинает так крениться к этому. Нисходящий у неё такой вектор. У неё нисходящий. Значит, но если вы выполнили два другие правила, у вас появляется мотив для того, чтобы не подвести подкорку. Она говорит, типа, ну, она как-то начинает. Она недовольна, она удовлетворения не получила, и она говорит, ну, и как бы, и вообще. Значит, но если у вас есть вот этот стратегический план, и он совместный, и так далее, дальше мы переходим к истории, которая прекрасно описана. Я всегда рекомендую этот сериал «Мастер Сен-Джонс». Правда, там, конечно, к сожалению, это всё, я поскольку знаю саму теорию и как это работает. «Мастер Сен-Джонс» – это просто… «Мастера секса» называется сериал. Да, «Мастер Сен-Джонсон» – это два сексолога американских, которые создали сексотерапию. Значит, и они показали в экспериментах, они должны были всё показывать в экспериментах, значит, что правильное отношение к сексуальной жизни позволяет на любом фазе этих отношений вернуть полноценное, действительно радующее, действительно скрепляющее и так далее отношение с партнёром. И вот это второе, что нужно знать. То есть первое, что нужно знать, что если сразу не срослось и не срастает, не переживайте. Переживайте. Это не приговор. Значит, второе, даже после того, как у вас букетно-конфетный такой весь период прошёл, вы можете ещё лучше сделать ваши сексуальные отношения. Просто узнавая собственное тело, узнавая тело партнёра, правильно взаимодействовать, создавая соответствующие обстоятельства и так далее. Поэтому, когда мы говорим про хороший секс, я последний человек, который будет думать, что он сразу у всех замечательный, хороший и так далее. Это сфера, которая требует нашей обоюдной вовлечённости. Но поверьте, эта обоюдная вовлечённость будет только в том случае, если мы имеем стратегический, что называется, план на будущее, и мы хотим, чтобы у нас в отношениях была интимность. Потому что, я прошу прощения, когда вам будет 80, ну, вообще, можно вести полноценную, очень насыщенную, увлекательную. Я не рассказывал эту историю, нет? Нет, Андрей Владимирович, расскажите. Значит, ну, это впору еще моего студенчества. Ну, мы участвовали во всех всяких разных операциях, и у этого была операция, значит, ну, на старости лет у нас передняя брюшная стенка, она, ну, не кожа, а связочный аппарат, он, значит, там, эти... Работает плохо, и могут возникать грыжи. Ну, в том числе паховые. Это как кусочек кишечника вырезает через... и раздвигает этот оболочку. Простите, я не представляю, это просто очень смешно. Вот, ну, операция, там, пожилой пациент, ему под 80, значит, мы проводим операцию, все благополучно, вскрыли обратно кишку, все золотали, все в порядке. Это в паховой области, вы понимаете, да? Ну, значит, там, сколько-то дней проходит, я, значит, захожу к нему в палату вместе с хирургом оперирующим, вот, ну, тот, значит, этот, как его... Как у вас дела? Он такой, все хорошо, но как-то вот такой напряженный. Дедушка, ну, пришел. Ну, дальше, как-то, какая-то странная мизансцена, значит, он у меня такой... такой меня зовет. Я подхожу, кое-что случится. Он говорит, а у меня будет работать? У меня бабка там меня пустит. Это из реальной жизни, я прошу прощения. То есть, вот, как бы, вы, когда время своей жизни рассчитываете, как-то бодритесь. Не надо сразу, так сказать, всех хоронить. У вас еще вполне возможно, еще, в общем, будет много, так сказать, веселья в жизни. И это правильное отношение к сексуальности, когда вы, ну, как бы, вы понимаете, что это сфера, в которой вы всю жизнь можете получать удовольствие, и радоваться ей. Но это будет только в том случае, если это у вас действительно отношение. Хорошая сексуальная жизнь складывается тоже из составляющих. Вот взаимные удовольствия друг от друга, свободное обсуждение секса и чувств, уметь восхищаться друг с другом. Вот можете подробнее, чуть-чуть подробнее про это рассказать? Ну, большая проблема – это то, что люди не умеют вообще в принципе говорить о своих сексуальных ожиданиях, желаниях и так далее. Но это очень важная вещь, потому что невозможно догадаться. Ну, то есть, как бы, понятно, что если сексолог вступает в отношения, он что-то может сообразить. А если вы не имеете подготовки соответствующей, то, конечно, вы должны будете по этому поводу разговаривать. Но бессмысленно разговаривать об этой ситуации претензий и недовольства. А так обычно бывает. Ну, как бы, сексуальные отношения неудовлетворяющие у партнеров, накапливаются взаимные претензии. И, когда они начинают говорить, они на повышенные тона переходят через полслова. Поэтому вообще, в принципе, идеология сексуальных отношений должна быть такая, что мы вступаем в сексуальные отношения для того, чтобы в них испытывать радость. И вот с этого начать говорить можно. Ну, то есть, нам зачем сексуальные отношения? Нам нужны для того, чтобы мы получали друг от друга. И здесь вот важно очень восхищение. Потому что, ну, девушке понятно, что они ждут восхищения. Другое дело, что мужчины не умеют правильно делать комплименты, чтобы это было естественно и искренне. Вот. А девушки с комплиментами, в принципе, как бы, так сказать, если сильно влюблены, вот они могут сыпать комплименты. Если такой романтической влюбленности нету, то с комплиментами тоже возникают проблемы. А ведь это взаимное восхищение, это создает, как бы сказать, правильный контекст для... Во-первых, вы сами, когда говорите комплимент, и человек его принимает, вы в этот момент уже, как бы, перешли в плоскость, когда можно говорить более откровенно, на буль...